Музыка Меня зовут Ольга Киселёва. Я нахожусь здесь на ретрите, вот третий день. Впечатления прекрасные, восхитительные. Пославление Господа чудное. Ну что можно сказать? Я желала бы, чтобы все приходили и благословляли нашего Спасителя Иисуса Христа. И все вместе бы проводили это замечательное время. Время для Его поклонения и восхищения Его, а также словословия. Ну и очень приятно видеть братьев, сестер здесь. И хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще. Это как куща, знаете, кто не будет приходить на праздник куща, там не будет дождя. Вот так. Нам надо как можно дольше быть вместе. Есть так много всего, с чем мы хотели поделиться с вами. Брат Олэн говорил об англичанине, да? Я думаю, что он немножко подзабыл, что я именно родом из Англии. Я попытаюсь все держать за замочком, свое мнение. Это не так легко для меня. Я люблю очень быть активным. И я радуюсь о том, что Господь может сделать. Потому что Он Господин и Господь Невозможного. Нет ничего, что вы могли бы себе представить, что могло бы стать невозможным для нашего Господа. Это не говорит о том, что вы будете делать все, что вы себе придумали. Но это говорит о том, что те вещи, которые у Него есть в плане для нас, Он сотворит это. Так что часто я встречаю эту аттитуту в людях, где они говорят, «О, Господь никогда этого не сделает для меня». Я говорю, я отвечаю таким людям, «Вы не знакомы с Моим Господом». С Моим Богом Я могу перепрыгивать стены. С Моим Господом Я могу пройти сквозь армию. Если Господь призывает вас сделать что-то, ничего не может стоять на пути, что помешало бы вам. Я говорил с вами вчера о том, что когда мы проходим с вами времена трудностей и испытаний, и когда мы проходим сквозь них и доходим до конца, это приводит к нашему личному урожаю. Когда мы проходим через эти испытания и сложности, Бог может являть Себя нам разными образами. Я думаю, что мы с вами еще не постигли все разные виды, как Господь может являть Себя нам. Но Он продолжает нам являть Себя, когда мы готовы с вами принимать это откровение. Когда народ Израиля проходил сквозь пустыню, Бог являлся им и открывался им разными путями. Один из образов, которым открылся Господь народу израильскому в пустыне, это Ягова Рафе, Бог-целитель мой. Он единственный тот, кто может принести исцеление не только в ваше тело, но и в самую глубину вашей сущности. Многим из нас необходимо исцеление внутри нас, чем снаружи, чем внешние заболевания. Когда Господь явил Себя еврейскому народу таким образом, как Исцелитель, в исходе пятнадцатой главе, это было продолжительное откровение. Это также продолжающееся откровение, когда мы с вами встречаемся с Господом. Иногда мы пытаемся понять, что для нас обетование Божье. И иногда мы застреем в обстоятельствах. Я могу вам дать совет. Никогда не смотрите на окружающие вас обстоятельства. Смотрите на Господа, который может сделать. Верьте в то, что Он способен. Неважно, какие обстоятельства вас окружают. Если Господь дал вам обетование, если Он призвал вас делать что-то, тогда Он способен повлиять на все обстоятельства и разобраться со всеми обстоятельствами. Не застревайте в этих обстоятельствах. Потому что дьявол использует эти обстоятельства чтобы мы застряли в том состоянии. и чтобы мы не смогли выбраться на скалу, который есть Ешуа. И на Нем мы могли бы стоять как на хорошем основании. Вместо этого мы взываем, чтобы Господь явил Себя нам в этих обстоятельствах. Вместо того, чтобы взывать о том, что Бог явился в этих обстоятельствах, мы начинаем размышлять своим собственным разумом. или мы начинаем жаловаться. Это такие две ловушки, в которые мы легко попадаемся. Не идти к Господу, полагаться на свой собственный разум и знание, и начинать ныть и жаловаться. Ой! Так сложно все это. Вряд ли я смогу пройти через эту ситуацию. Бог показал мне один очень интересный урок по поводу надежности, по поводу положения на свою личную разум и мудрость. Я достаточно хорош работаю своими руками. Я могу заниматься электричеством, электропроводкой, я могу цементировать стены, могу по строительству делать очень-очень много разнообразной работы. И как это произошло? Как Бог меня этому научил? Он всегда помещал меня в такие дома и в такие места, где дом нуждался в переделках, в перестройках. И мне пришлось научиться. И я стал очень хорош. Настолько хорош, что я начал гордиться. И однажды мы переехали в новый дом, и мне понадобилось переделать всю электропроводку в доме, поснимать все резетки, все-все-все-все, выключатели, все электричество. И я все заменил. Я поставил новый счетчик, и пришел момент испытать это, как я сделал работу. Я проверил все, и, по-моему, все было замечательно. И потом я к счетчику подошел, и я включил. Бабах! Искры, огонь. Я подумал, что случилось, что не так? Я выключил. Я обошел весь дом, проверил все резетки, проверил щиток. И я не смог найти нигде проблемы. Я сказал, хорошо, еще раз попытаемся. Попытка номер два. Бабах! Искры. Я сделал это третий раз. Все проверил. Включаю взрыв. Что не так? Я ничего не понимал. Я после многих попыток понял, что надо позвать своего друга. Он начальник электрокомпании. И я позвонил ему, сказал, слушай, у меня проблема, справиться с ней не могу. Можешь ли приехать и взглянуть? Он говорит, да, конечно, приеду. Вечером он приехал. Он обошел весь дом. Проверил все. Он подошел к щитку. Включил. И все замечательно работало. Я сказал, что ты сделал? Он сказал, я ничего не сделал. Он не изменил ни одной вещи в доме, что я сделал. И я потом подумал, Господь, почему? И он ответил одним словом. Гордость. Я был горд, что я сам могу сделать электричество во всем доме, и что мне не нужна ничья помощь. И Бог сказал, да, ты можешь это сделать. Но это был для меня очень важный урок. Когда мы проходим сложности, когда сложности есть, что я сделал? Я понадеялся на свою личную мудрость. И потом я стал ныть и жаловаться. Народ Израиля, через три дня, после того, как пересекли Красное море, они пришли к проблеме. Через три дня, просто на секундочку задумайтесь, они вышли из Египта. Бог сделал невероятные, чудесные чудеса там. Он спас их оттуда, Он сотворил чудеса. Они подошли к Красному морю. Они не знали, что делать. Бог открыл им море, они не знали, что делать. Бог открыл море. Они прошли через море. Они возрадовались на другом берегу. Они прославили Господа. А через три дня, на три дня позже, что было? Нытье и жалобы. Через три дня. И они подошли к воде. Они три дня провели уже в пустыне. Можете представить. Они начали искать воду. И они подошли к песчаному холму. И внизу увидели воду. Могу представить себе, что кто-то из них прямо побежал к этой воде. О, наконец-то вода. Зачерпнул. Невкусная. Она жутко на вкус была. Я англичанин. Она ужасная была на вкус. И сразу же, Моисей, почему ты вытащил нас из Египта? Что мы здесь делаем в пустыне, в этом ужасном месте? Моисей повернулся к Господу. Что мне делать? Моисей посмотрел по сторонам. И Господь говорит, видишь кусочек дерева там? Подними его и брось воду. Я могу себе представить, что думал в этот момент Моисей. Какой смысл вот это делать? Как это должно помочь? Вот кусок дерева. Ну вот я возьму его, брошь туда. Я, наверное, так бы реагировал. Я могу представить, что и Моисей мог так отреагировать. Но помните, он сделал это. Иногда Бог будет просить вас делать какие-то вещи, которые будут касаться невообразимыми. И вы точно так же будете думать и размышлять, чем это поможет, как это изменит ситуацию. Но послушание высвобождает силу Божью. Если мы в послушании к Нему, это высвободит Его силу. Это непослушание останавливает проистечение Его силы. Моисей взял этот кусок дерева, бросил воду и выпил воду. Зачерпнул, попробовал. Ммм! Очень вкусное! И все начали пить воду. И она стала сладкой. И она перестала быть горькой. Слово «горькое» на иврите «мара». Это имя, которое было названо, это место. Люди Израиля, народ Израиля. Они думали, «Год должен быть мокрой с этим водой». Мокрой? Мокрой. 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 Господь, наверное, издевается надо мной и шутит через эту воду. Они были жаждущими. И они разозлились. Потому что их ожидания не исполнились. Вода была горькой. Неисполненные ожидания. Как многие из вас проходили через неисполненные ожидания? Как много происходило такого в ваших жизнях? Когда ожидания не исполняются. Но разве они были не исполнены? Бог сделал кое-что, что разрешило ситуацию так, как ты бы и не ожидал. И ты пропустил это. Потому что ты был сконцентрирован на то, что ты ожидал. На том, что ты ожидал. Бог не всегда действует так, как мы думаем, что Он прореагирует. У Него есть множество путей, у Него есть множество идей. И надо иметь очень чувствительный дух видеть это. Ожидания, которые не восполняются, производят, что я бы назвал безнадежность. Безнадежность. Когда мы не встречаемся с исполнением наших ожиданий, наша эмоциональная реакция во многих разных путях, мы попадаемся с вами в такую ловушку, даже если мы своим разумом знаем, что Бог есть Бог обеспечения. Как я уже ранее сказал, прошло всего три дня после чудес, после того, как они прошли через Красное море. Бог сделал много чудесных вещей. И за этот короткий период времени они успели забыть об этом. Как часто Бог делает что-то для вас? Несколько лет назад сейчас мы живем в Финляндии. И мы только недавно закончили постройку дома, в котором мы живем. Это дар от Господа. Я не могу пройти с вами через всю историю. Но дом и наследство и имущество должно быть зарегистрировано. И в Финляндии есть традиция называть свое имущество. И человек, менеджер с компанией, которая занимается оформлением таких бумаг, приехал. И мы показали ему всю нашу землю, которая нам принадлежит. И он спросил меня, как ты хочешь назвать свой участок, свою землю? И я не ожидал этого вопроса. На то время я не знал, что это традиция такая есть в Финляндии. Но я знал, мы были в Финляндии, и Бог сказал мне кое-что. Я хочу, чтобы ты был в Финляндии, и жил в этом месте, которое я даю тебе. Это наследство моей жены. Я хочу, чтобы ты построил здесь дом. И я хочу, чтобы ты назвал это место. И я спросил Бог, как ты хочешь, чтобы я назвал это место? И Бог сказал мне, что это место убежище. Я прочитал это, нашел это место на иврите. И на иврите это Махаши. Это означает место убежище. Когда евреи пришли в обетованную землю, им сказано было построить города-убежище, где могли бы спрятаться невиновные. И Бог сказал мне, как назвать свой участок земли. И когда вот этот менеджер пришел из офиса и спросил, как ты назовешь свою землю, я спросил, могу ли я ее назвать на иврите? Он на меня так посмотрел. И он сказал, если я смогу это произнести, да, можешь. Я написал ему на листочке бумаги, как это читать. И официально в Финляндии этот участок земли называется Махаши. И официально в Финляндии есть участок земли, названный убежищем. Это место убежища. И это то, что так и есть, да. И оно и функционирует, это место, как убежище. Что нуждающиеся могут прийти и найти там место отдыха. И бывает так, что люди даже звонят нам и говорят, можно приехать к вам и побыть пару дней в тишине и покое у вас? И иногда, когда мы встречаемся с людьми, мы приглашаем людей. Last year you invite people on the retreat. Many of them remember. Yeah. You're very welcome. Добро пожаловать. Я там была, могу рассказать, как хорошо. Бог дал место, так же, как Он дал землю обетованную детям Израиля. Он сказал, «Придите ко мне в мой покой». Войти и находиться в Божьем покое, это самая важнейшая вещь, которую вы можете делать. Я учусь годами, как я мог бы справляться лучшим образом, когда я в Божьем покое. Это не означает, что я сплю. Это не означает, что я очень активный. Хотя я в Божьем покое могу быть очень активным. В отдыхе, который Бог дает в мое сердце, тогда обстоятельства, которые меня окружают, не моя забота. Я помню, вы, наверное, тоже помните, в 1989 революция в Румынии. была. Я был там. Я был там, когда это произошло. Пули летали. И была крайне сложная ситуация. И люди спрашивали, «Ты не боишься?» Я говорю, «Нет». Бог привел меня сюда. Он моя защита. Я был в том месте в полном покое. А мои люди в моей церкви в Бельгии были в полной панике за меня. Что с ним происходит? Он вернется живым или нет? В то время, помните, не было еще мобильных телефонов. Может быть, кто-то из вас и не помнит тех времен. Я помню. Вы, наверное, далеко были. Вы не могли бы послать сообщения своим родственникам и сказать, «Я в порядке». Никаких смс-ок. Никакого ватсапа. Ни вайбера. Ни твитера. Ни всего остального. Но интересная вещь была, потому что я был в покое. В Бельгии моя жена оставалась в покое. Когда Бог проводит нас через вот эти трудности и испытания, мы можем оставаться в полном покое. Мне очень нравится Псалом 22. Господь мой пастырь. Я не убоюсь. Он тот, кто заботится обо мне. Он направляет меня к добрым источникам воды и на зеленые поля. Это очень интересно, если вы посмотрите на этот стих. Бог. Для этой иллюстрации я буду Богом. Я не Бог. Это иллюстрация. Но это тот, кто нуждается, чтобы его вели. И что Господь делает? Он ведет меня к зеленым пастбищам. И Он делает меня и что я покоился у тихих вод. Вы задумывались о том, насколько сильное это послание? Бог приводит вас туда. И иногда мы не хотим там быть. Мы не хотим кушать эту траву и не хотим пить. И не хотим пить ту воду, которую Бог дает, которую Он приготовил для нас. Но в этом стихе говорится вот что. Кирилл, помогите нам. Бог приводит тебя в то место. А потом Он делает вот что. Пейте. Да? Понимаете ли вы? Иногда Бог подталкивает нас, потому что это для нашего блага. Потому что через это мы примем то, в чем мы нуждаемся. Бог знает, что очень часто мы такие заняты с вами, что иногда нам надо это время покоя. как? Как Он сделает это? Есть много разных путей. Я обычно очень здоровый человек. Но моя жена постоянно комментирует это. Бог хочет, чтобы ты отдыхал. Иначе заболеешь. Поэтому Он делает тебя больным. в моей спине здесь и здесь и здесь вот этот хрящ, он разрушен. между позвоночниками хрящ разрушен. Знакомо в тех же местах. Обычно я должен испытывать боль. Но мне не болит. Кроме когда я не отдыхаю. Рано. Рано. И потом внезапно я ощущаю сильнейшую сильнейшую боль и мне надо лечь иначе у меня нет другого выхода. Но я знаю, что в этот момент, когда это происходит, у Бога есть что-то крайне важное, что Он хочет сказать для меня. И я научился, что в такие моменты мне надо слушать внимательно и слушать, что Он хочет мне сказать. и как только я пойму, что Он хочет мне сказать, никакой боли. Слушай внимательно. Это тот личный урожай, который Бог хочет дать каждому из нас. Чтобы мы понимали Его, чтобы мы слышали Его, чтобы мы слушались Его, чтобы мы ходили по Его Его принципам. И чтобы мы не позволяли с Вами обстоятельствам руководить нашей жизнью. Да, мы должны видеть картину, что происходит вокруг нас. но это не должно направлять и руководить нами. Но так часто это происходит, что мы позволяем себе быть настолько захваченными этими вещами, что мы хромаем. И мы не можем ходить теми путями, как Бог хочет, чтобы мы ходили. Я хочу, чтобы вы запомнили это. Когда вещи происходят какие-то в вашей жизни, побеспокойтесь о том, что вы смотрите в правильном направлении на Отца. Ваша первая реакция должна быть отец. Что ты хочешь сказать мне? Все, можно вставать. я верю, что Бог сделает очень много чудес через этого человека. У него есть большие планы на Леонида. Бог дал тебе два уха и одни уста. слушай больше, чем ты говоришь. аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ spirit infirmity. Infirmity. Очень часто попадание в такую ловушку приводит к духу болезни. Spirit of infirmity. Дух болезни. Часто, когда мы попадаем с вами в такую ловушку, начинается действие такого духа, как болезни, недомогания, немощи. Этот дух производит слабости, немощи. И проблемы могут быть моральные, физические и духовные. мы продолжаем нуждаться в целителе. Заболевание может произвести сильное смущение. И это не смотрит на лица. Это может коснуться любого. В эти времена мы нужд в целителе. И в течение этих ситуаций, времен мы нуждаемся в целителе. Как я ранее сказал, что Бог целитель всего. И сейчас я говорю не так о физическом исцелении, болезни. прекрасно. Но я знаю, что есть много людей, которые ранены внутри, чем просто заболевания какие-то. болезни. И часто мы рассматриваем вопрос исцеления как вопрос только физического от болезней. Я молюсь очень часто за многих людей. И многих из них Бог исцеляет. и здорово, когда ты видишь визуальный ответ на твою молитву. Когда кто-то не мог идти, и он теперь может ходить, или не может видеть, и стал видеть, или не слышал, и стал слышать. А как мы исследуем, что происходит внутри? Как мы проверим? Это так сложно. это нелегко. Но когда я вижу кого-то в депрессии, раздавленного, в печали, и что-то внезапно меняется, все лицо, его выражение, все меняется. Темнота уходит, и свет приходит. Вот это чудесно. это так чудесно. И я этому больше радуюсь и благодарен такому исцелению, чем физическому. Когда Ишуа был здесь на земле, он использовал это местописание из Исаии. я был помазан проповедовать Слово сломленным сердцем. Если я помню это местописание корректно, то там нигде на протяжении этого всего отрывка не упоминается о физическом исцелении. это все касалось исцеления внутри нас. Разрушенное сердце, это разрушен сломленный дух. И я считаю, что внутренность это та область, где мы больше нуждаемся в исцелении. очень часто разочарование и горечь растет. Когда мы видим, что Бог не делает то, что нам кажется, Он должен был сделать. Когда наши ожидания не исполняются. В Притчах 13 глава 12 стих Притча 13-12 Не сбывающаяся надежда томит сердце, а сбывающееся желание дерева жизни. Если мы могли увидеть то, что делает Господь, мы могли бы с вами стать этим деревом жизни. Мы можем принимать от этого дерева жизни. То дерево, тот кусочек дерева, который Моисей бросил в воду, изменил ту воду с горькой на сладкую. Когда я размышлял над этим, я подумал, что Ишуа сделал на кресте, на кресте, на том куске дерева. Он изменил мою жизнь с горькой на сладкую. если крест вошел в вашу жизнь, он изменит вашу жизнь с горькой на сладкую. Я думаю, это та иллюстрация, которую Бог хотел показать, когда через то, что Моисей бросил этот кусок дерева в воду. Это была иллюстрация работы Ишуа. Что произойдет, когда он умрет на кресте? изменится мир, изменюсь я, изменятся обстоятельства. Очень часто одно препятствие, которое может быть внутри нас находится. Если мы не победим через Ишуа в нас, вещи, которые атакуют нас внутри, мы не сможем ходить в жизни триумфального прославления, то, о чем как пастор Рик проповедовал. Мы нуждаемся в понимании, что Бог хочет принести свое полное исцеление во нашу внутренность. Неразрешенные раны, разрушенное сердце сломленное остановят нас от восхождения увидеть это дерево, дерево жизни. есть несколько вещей, которыми я хотел бы с вами поделиться и мне приходится перепрыгивать. вера плюс терпение равно получение обетованного. Схватили это? Вера плюс терпение равняется получение обетованного. Многие из нас думали, что мы получаем то, что Бог обещал нам. Да, это правда. Но это только часть вопроса. Писание нам говорит, что мы получаем обетованное через веру и терпение. мы нуждаемся в том, чтобы наша вера была продолжающейся, которая возрастающаяся, вера, которая выдержит испытания. Как я говорил вчера, что мы с вами очень часто сдаемся, легко. Авраам ждал обетованного обещанного ребенка. Все абсолютно обстоятельства сказали невозможно. Но Бог сделал. Потому что Он удержал это обетование верой. И это было засчитано Ему в праведность. Ешуа ждал. Как мы знаем, Он в 30 лет только начал Своё служение. Все эти годы. Он знал, кто Он есть. Он знал Своё обетование, что Бог ему сказал. И он ждал 30 лет. Я хочу ободрить каждого из вас о том, чтобы вы научились ожидать. не всем нам придется ожидать. И все мы любим ожидать, не любим ждать, особенно когда мы к зубному ходим. зубному. Сидите в коридорчике, ждёте своей очереди. И слышите звук этой дрельки. и подумайте, вот сейчас это произойдёт со мной. Никто из нас не любит ожидания. Сказано, что англичане любят ждать. У нас есть английская традиция. и ждёте. Они ждут своей очереди, спокойно в очереди стоят. И если вы спросите англичанина, для них это нормально. Но если вы спросите англичан, которые стоят в этой очереди, нравится ли им там быть, не за что. не нравится. Но это традиция. Много традиций у нас есть таких разных. Вера плюс терпение. Случается, когда Бог даёт обетование это может произойти очень быстро, но иногда бывает, что между получением обетования и исполнением происходит много лет. Вот сейчас скажу секрет. Если мы верим в это обетование и знаем о том, что Господь является верным, тогда не имеет значения, если это займёт всего 10 минут или 10 лет, нет разницы. Если мы знаем, что Он тот, кто верен, а Писание нам говорит, что Он есть верный Бог, иногда бывает сложно быть застёгнутым в вере. Но если мы позволим быть разочарованным, тогда мы в проблеме с Вами. Многие могут сказать, мы из вас верующие 21-го столетия, у нас такая умыслительная машина запущенная. Поняли? Запустил автомат, запустил монетку, сразу получил результат. Мы должны прорваться в небеса. Мы нуждаемся с Вами в небесной машине. Мы запускаем нашу веру внутрь вместо монетки. Мы нажимаем кнопочку и мы ожидаем, что ответ придёт сразу. Божья картина о ответе на молитву это не автомат нажал и получил, это урожай. У нас есть нужда. Мы сеем нашу веру в добрую почву, и Бог поливает. Мы питаем это, мы поливаем, и поливаем наше обетование до тех времён, пока не придёт урожай. Если Господь дал вам обетование, тогда Он и позаботится об этом обетовании. Вы должны сохранить его, удержать. напоминать о том, что вы получили от него это обетование. И вы должны поливать его верой, пока не придёт время. Аминь. Пусть Господь благословит вас и укрепит вас и даст вам терпение. И более всего желаю, чтобы Господь дал вам победу. Готовы вы подождать того, что Господь хочет сделать? В течение этого времени многие из вас получили свои обетования. Кому-то из вас было дано слово от Господа. Удержите это слово. Стойте стойко с этим словом. Не позвольте этому уйти. Аминь. от мемь. мемь. Д львь. Продолжение следует...